Изоляция России, борьба с инакомыслием, культурные санкции и трибунал для пропагандистов. Эти темы не только обсуждаем с нашим следующим гостем. Это Александр Роднянский, кинопродюсер, член Американской киноакадемии. Приветствуем вас в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с актуальных тем. В России эра доносов это уже факт. Вот там же в России отменили последний спектакль с участием легендарной актрисы Ильи Хиджаковой. На актрису писали доносы, это не скрывается даже, да? На нее, на Пугачеву, на других достойных людей писали. К чему идет вообще Россия? Ну, мне кажется, в известном смысле уже пришла созданная атмосфера нетерпимости, борьбы и охоты за инакомыслящими. И, естественно, когда существует заказ на поиск внутренних врагов, несогласных, то, соответственно, находятся и те, кто участвует в поиске добровольно. Если учитывать еще давление колоссальной идеологической машины на людей, то таковых желающих становится немало. Вы назвали лишь небольшое количество примеров из того, что происходит в России, и власть демонстрирует ежедневно. Потому что понятно, что Лия Меджинна Хиджакова была практически уволена из своего родного театра, в котором проработала десятки лет, и гордостью которого являлась. Но параллельно в Большом театре закрыли спектакль Нуреев, Кирилла Серебренникова, в рамках борьбы с законом, ну, гомофобным законом, как он там называется, о запрете пропаганды и традиционных отношений. Короче, этих законов наплодили так много. Это так называемый бешеный принтер, как удачно прозвали несколько лет назад, штампующий законы, направленные как раз на борьбу с инакомыслием, если вообще так называть, Государственную Думу. Значит, на щелкали этих законов так много, что остается только лишь писать доносы на нарушение того или иного закона. Что, собственно, и происходит, к сожалению, всегда виной атмосфера, созданная государством или режимом, как принято это называть. А знаете, вот символично, что этот спектакль, в котором должна была играть Ахиджакова, назывался «Сказки про последнего ангела». Видимо, все-таки в России не время ангелов, а время демонов. Ну, слушайте, сложное время для России. Я сейчас не к тому, чтобы вызвать симпатию или сожаление, но сложное. Страна погрузилась в болото, в катастрофу. Для многих людей, которые без сомнения там есть, и их немало, кто не согласны, кто внутренне как бы понимает, что происходит трагедия. И, естественно, просто боится и понимает, что сроки сегодня страшные. Ну, я даже не о сроке для Владимира Карамурзы, 25 лет. Представьте себе, 25 лет. А сейчас еще ведут сроки под статью об измене Родины, и это будет пожизненное заключение. Останется только снять мораторий на смертную казнь и так далее. Что вполне реально. Да, это реалистичный вполне сценарий. Я уже не говорю о том, что даже и без закона о смертной казни, что можно сделать в тюрьмах, даже обсуждать не приходится. Вот я сегодня читал, что все тому же Навальному просто сегодня отказали в выдаче продуктов. Там же ему передают продукты. Ему передали, ну, просто там как бы... Людей мучают, это не самое худшее еще, не дают продукты. Просто мучают в тюрьмах, людей избивают. Я неоднократно приводил примеры из языка. Просто русский язык, как и любой другой живой язык, фиксирует общественные изменения. И когда появляется глагол, звучащий набутылить, то вы понимаете уровень насилия, разлитый в обществе. Это он связан с тем, что было неоднократно зафиксировано в полицейских участках то, что делали с людьми, которых там брали на демонстрациях, попытках протеста. Люди боятся, люди затаились, переживают эти времена. Но тем более советские времена не то чтобы дико давно завершились. И, понятное дело, я сейчас говорю не о последнем, так называемом вегетарианском периоде советской истории, ну, Брежневском и Хрущевском, о тех вот ужасных десятилетиях сталинской эпохи, когда дедушки или прадедушки ныне молодых людей и прабабушки могут или могли с ними делиться воспоминаниями. Все это вернулось очень быстро. Люди просто, и это я знаю очень хорошо, боятся говорить откровенно, боятся говорить не с членами семьи, да и с близкими тоже неохотно делятся тем, что есть, что на самом деле думают. Пришло время молчания, осторожности, избегания любых откровенных разговоров и страха, разлитого в обществе, ужасного страха. Да, причем разговоров даже по телефону, да, вот сегодня был приговор за то, что бывший сотрудник МВД по телефону говорил о потерях российской армии. Вот это прослушали, и вот теперь реальный срок – семь лет. Ну, телефон – это вообще опасно. Ну, кто говорит по телефону? Смешно. Причем уже боятся говорить даже по самым вроде бы защищенным мессенджерам, да, сигналу, телеграмму или ватсапу. Боятся. Естественно, писать боятся. Очень. На самом деле, ну, пришло время ужасного, такого липкого, как писали классики, страха, когда лучше, ну, действительно промолчать, не сказать. Самое страшное еще, знаете что? Это дети в школе, потому что, когда родители разговаривают дома, и, понятное дело, очень, вот, например, среди людей, которых я знаю, ну, подавляющее большинство думает категорически плохо о происходящем, категорически не согласны с ним, но, понятное дело, обмениваются друг с другом. И дети это слышат. Я недавно про своего товарища узнал одного такого знакомого, у которого 11-летний сын праздновал день рождения. Пришли дети из приличной школы, и они выскочили во двор, чего-то там нет войны, там нет войны и прочее, и 11-летних детей замели. И пришли там, настучали соседи, пришли, забрали с дня рождения. Потому что дети, хорошие там дети, которые, ну, им родители объясняют дома, что происходит в стране, и говорят, наверное, не ходи в школу, молчи и так далее. Ну, они, видно, в своей компании завели друг друга, решили, ну, знаете, как это бывает, по-мальчишески похрабриться, ну, и получили, их забрали. Понятное дело, там дальше как-то родители как-то отстучали, забрали, ну, все-таки 11-летние. Ну, вообще уровень просто происходящего, ну, очевиден. А потом, знаете, вот эти дети, они же потом видят страх своих родителей. Страх родителей. Это ужасно, потому что родители – это всегда вот стена, это опора, это надежный тыл. А потом они видят в глазах мамы и отца страх. Видят, видят ужасный страх из-за них. И как бы и слышат, когда их родители просят мне говорить о ни о чем, о чем они слышат разговоры дома, в школе, с друзьями, предупреждают тысячу раз. Слушайте, это даже я помню по детству. Ну, это же очень такая, как бы, советская штука. Ну, вот когда слышишь, там, у меня папа слушал, там, голос Америки или Свободу ночью, там. И, знаете, еще глушили, и нужно было куда-то там выходить, искать эти подключения. И вот он слушал, потом что-то там рассказывал мне, а потом каждое утро, там, еще предупреждал, каждое утро. Только не это самое, не... В школе-то они хотя бы ничего не говорили, не делись. А я помню, что мне дико хотелось поделиться, потому что это же была такая информация, которой мало кто владел, казалось бы. Вот и на этом и сыпется очень многие. Вы знаете, вот вы привели пример, когда замели, да, вот просто детей, за то, что они были против войны, говорили это вслух. И, понятно, боязнь родителей, мы ведь помним этот вопиющий случай, когда за рисунок в школе нет войне, ребенка просто отобрали, сделали сиротой, фактически отца. Да, посадили два года колонии, ему дали девочку, определили, не знаю, там сейчас или отдадут маме, которая не участвовала в воспитании, или, ну, просто в какой-то сиротский приют отдадут ее. Ну, там это громкая история москалевых, да. Может быть, эту конкретную девочку и не отдадут. Там как бы чуть посложнее. Там вроде бы сняли это требование. Ну, я, во всяком случае, потерял. Я следил за перипетиями и даже писал о них. Но а сколько таких детей может быть? Это же мы знаем о случае. Не забывайте, что у нас доходят какие-то отдельные случаи, о которых пишут. И в России там кто там пишет, начинаются какие-то остатки, ну, я думаю, я бы так сказал, какой-то прессы, какие-то журналисты, активный сегмент социальных сетей. Ну, в общем, эта история стала известна. А сколько таковых историй, которые не стали известными? Детей, которые не то нарисовали или не так сказали, или что-то еще. И они навлекли проблемы для родителей, пришли к родителям и привели в полицию, и выставили обвинения, и запугали, и добились от них каких-то унижений. И каких-то извинений. Возможно, астроповали даже, да? Возможно, там, ну, по-разному. И в этом же, как бы, принцип состоит власти. А я, ну, как бы, власть ясно понимает, что такой поддержки, что называется, внутренней, серьезной нет. Надо запугивать. Надо, как бы, демонстрировать все время показательные примеры наказания. Разнообразного. Что будет, если дикие сроки, дикие издевательства, обязательно не проходить мимо ни одного, там, упоминания, которое звучит не вполне лояльно. И вот этим они и занимаются с утра до вечера. Откровенно говоря, потому что иначе понимают, что не удержат. И не удержат. Это когда-нибудь закончится. Ну, просто мы не знаем, когда, времени. Давайте поговорим о том, чем они занимаются на международной арене. Да, министр иностранных дел страны-агрессора Лавров прилетел в Нью-Йорк. Вот он сидит в ООН. Вот. Не всем делегации, правда, дали визу. Очень возмущаются. Они говорят, не забудем, не простим. Это в организации вот одной из первейших задач, которая является поддержание мира на планете. Как вообще к этому относиться на 426-й день полномасштабного вторжения и к этим угрозам? Кому они не забудут и не простят, интересно? Как вы считаете? Ну, слушайте, тут две темы. Одна тема, то, что вы в вашем вопросе прозвучали, это связанная непосредственно с Россией. Чего там они не забудут, не забудут, не простят. Ну, это обычная идеологическая мантра, которую они там все придумали и повторяют с утра до вечера. Верить в которую могут только, ну, я не знаю, люди с пониженным чувством социальной ответственности. Я уже не знаю, как их там назвать. Ну, потому что что там не забудут, не простят, имеется в виду это придуманное идеологическое объяснение, в том числе и войны в Украине по поводу фашизма и всех этих глупостей. Но даже повторять и тратить время на это неохота. Вы весь этот бред слушали неоднократно. И они продолжают его множить, повторять, при любой, к сожалению, так сказать, им предоставляющейся возможности. Вот вторая тема, значительно более важная, это то, что происходит в Организации Объединенных Наций. Ну, она связана, ну, на самом деле, с более существенным сюжетом, с очевидным, ну, что ли, устаревшим институтом международной безопасности, который, ну, наверное, нужно было уже пересмотреть сразу после того, как закончилась Холодная война. Потому что Организация Объединенных Наций сыграла свою роль и очень важную, и очень существенную роль во времена существования двуполярной системы и той самой Холодной войны, где на каждой международной площадке, и в частности в Организации Объединенных Наций, встречались представители двух лагерей и пытались, там, так сказать, в конкуренции, в столкновении находить способы совместного, как говорили тогда, сосуществования. И мне кажется, что эти институты в известном смысле уже устарели. И сам факт, что мы видим сегодня министра иностранных дел Российской Федерации несколько раз, ну, уже несколько десятков раз озвучивавшего своим собственным языком абсолютно людоедские мантры, абсолютно невозможные, так сказать, лживые. Даже сегодня представитель делегации Албании выступал очень удачно по поводу двойных стандартов России, который умудряется, введя чудовищную, агрессивную войну против суверенного государства на его территории, утверждать, что она защищается. Даже представители Албании, уже страны, которая тут на самом деле многое пережила в своей истории, ясно понимают и очень твердо формулируют, что происходит. Проблема не в этом, не в том, что они врут, а в том, что на самом деле в силу механизма, созданного в конце 40-х годов Организации Объединенных Наций, Россия сегодня председательствует в Совете Безопасности. И, собственно говоря, эта сам структура Совета Безопасности с пятью постоянными членами и десятью меняющимися, она уже тоже устарела, потому что среди этих пяти постоянных членов так называемых победителей Второй мировой войны, Соединенные Штаты, СССР там была, Великобритания, Франция, понятно, нет сегодняшних лидеров, нет, например, Италии, нет, например, Китая, нет Индии, нет Италии, нет Германии, ну, как бы очевидных ли, нет Японии, лидеров экономических и политических современного мира. Ну, даже в этом смысле это уже устаревшая как бы система, а я уже не говорю о самой системе, которая подразумевает смену ежемесячного председательства, невзирая на то, в каком состоянии находится и чем занимается та или иная страна. И вот вышло, что Россия, так сказать, ведущая агрессивную войну, уже второй раз во время этой самой войны председательствует в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Ничего, кроме ощущения лицемерия и двойных стандартов и абсолютного недоверия к существеннейшему на сегодняшний день, пожалуй, наверное, самому важному институту Международной системы безопасности Организации Объединенных Наций это не вызывает. Вот и все. А как вы считаете, вот на этом фоне, достаточно ли Россию игнорируют, изолируют, ну, достаточно ли санкции в отношении страны, которая развязала эту кровавую войну в Европе? Слушайте, это самая сложная тема. Я думаю, что санкций много, но санкций не может быть достаточной и недостаточной, ведь вы задаете вопрос, исходя из того, что существует какое-то, ну, условно говоря, вот то самое представление о достаточных санкциях для того, чтобы не просто изолировать страну, а повлиять на ее невозможность, или, вернее, на невозможность ею финансировать продолжение военных действий. Ведь санкции же направлены на это. Смысл санкций в том, чтобы подорвать финансовые возможности конкретной страны для необходимой для ведения агрессивной войны. Ну, вот мы 50 лет наблюдаем за санкциями в Адрес-Ираба. И они, пожалуй, не сработали, при том, что это самые жесткие санкции. И на данный момент Россия поддерживается в том числе поставками вооружений из Ирана. Вот я, опять же таки, мы все читали, что за время войны пришло более миллиона там снарядов там и так далее, и так далее. Представляете себе поставки. Эти самые дешевые, относительно дешевые дроны, шахеды, тоже иранского производства. То есть они даже в условиях санкций умудрились продолжать производство продукта военно-промышленного комплекса. Россия не менее сложно устроенная страна. Изолировать ее санкциями будет сложно. В любом случае, мне кажется, что санкции сегодняшние достаточно велики. Они далеко не все работают. Далеко. И я думаю, что не случайно Европейский Союз неоднократно говорил о том, что следующие пакеты санкций будут скорее направлены на то, чтобы обеспечить более жесткое соблюдение введенных ранее. Предыдущих, да. Да, предыдущих. Нежели представления новых. И это существенно. Я думаю, что среди санкций очень много не вполне продуманных и не самых эффективных. Но если вы говорите о сугубо моральном отношении к выступлению представителей страны-агрессора, то, конечно, очень многие дипломаты подчеркивают свое отношение, выходя из зала в момент выступления того же министра иностранных дел Лаврова, когда в прошлый раз он там пытался выступать на двадцатке, но там просто подавляющее большинство людей вышло из зала, многие оставшиеся, а большинство из оставшихся смеялось, когда он там сообщал очередные слова, повторял все те же мантры. Поэтому, ну да, с точки зрения изоляции, я думаю, что в моральном смысле очень многие достаточно жестко и очевидно, ну как бы с очевидным отношением демонстрируют свое отношение. Но достаточность санкций – это сложнейшая тема, о которой должны говорить, конечно, профессиональные экономисты, и говорить только с точки зрения того, до какой степени эффективны те или иные комплексы санкций с точки зрения того, чтобы добиться необходимой цели. 9 мая в России отменяются вот парады, шествия бессмертного полка. Вот разные есть версии, почему это происходит. Ну, официальные российские власти говорят в целях безопасности. Но вот есть еще версия, что многие выйдут с портретами своих близких, погибших на войне в Украине. И вот тогда вот то, что так долго скрывали, страшные потери станет явным и очевидным. Ну, очевидно. Слушайте, там, мне кажется, сразу две плохие новости, если бы они этот самый бессмертный полк провели. Но помимо очевидности жертв, огромного количества, о которых никто не говорил и никто не сообщал толком, ну, все время они там, какое-то время они какие-то цифры называли, бесконечно далекие от любых цифр. Я даже не говорю о тех, которые, условно говоря, публикуют в Украине. Ну, даже институт изучения войны, там, американский или британский, вот такие, как бы, достаточно, я бы сказал, сдержанные, учитывающие огромное количество факторов, международные институты изучения, как бы, характера военных действий. Они на эти цифры не ссылаются, их не принимают в учет. Врали на каком-то этапе, вы помните, там, там, через несколько месяцев после начала войны пять тысяч, потом была цифра в семнадцать тысяч погибших. Ну, в общем, далеко от реальности, судя по всему, очень далеко. Они не сообщают. Поэтому выйдут на улицы люди с огромным количеством портретов погибших. Это может произвести, ну, плохое впечатление на тех, кто вдруг убедится в том, до какой степени кроваво и страшна эта война не только для Украины, в которой, собственно, и эту войну ведут, но и для тех, кто эту войну ведет из России. Количество жертв колоссально. Но, я думаю, есть и второе измерение, условно говоря, этой проблемы с бессмертным полком. Мне кажется, они избегают любых массовых, неконтролируемых, так сказать, особенностей в масштабах всей страны событий. Ну, выпустят на улицу людей. Ну, черт знает, что там будет. Кто чего скажет. Кто чего начнет кричать. Ну, конечно, конечно. И причем вот пришли вот буквально новости российские в Екатеринбурге. Объявили, что жители, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту бессмертного полка, они могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов. Бессмертный полк не проводит никаких массовых мероприятий, не рекомендует их проводить. Вот, про задержание мы говорить не будем. Это вопрос не наш, а правоохранитель. Это процитировали руководителя штаба регионального отделения бессмертного полка России по Свердловской области. Вот и подтверждение, в том числе, и вашим словам. Конечно. А это еще, естественно, Екатеринбург, которого они патологически боятся. Это один из самых свободолюбивых городов традиционно России. Не случайно там в центре стоит тот самый музей. Это центр Ельцина, Ельцин-центр, который все время добивается закрытия крайней консерваторы в России, начиная от Никиты Сергеевича Михалкова и многих других. Потому что, по факту, это музей свободы. И в этом городе есть огромное количество людей, для кого это не пустые слова. Они боятся, что они выйдут на улицу и что-то начнется. Они даже боятся посадить единственного, пожалуй, оставшегося на свободе, мощного такого известного политика, которого они держат под домашним каким-то арестом, я имею в виду Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга. Поэтому Екатеринбург для них очень опасный город. И, естественно, там они заранее уже опубликуют, только не выходите на улицу, будем разгонять. Я думаю, это везде то же самое. Боятся, слушайте. Люди погибают, непонятно зачем, что происходит. Сажают на дикие сроки. Эти уроки о важном какие-то. Ну, все это, честно говоря, я убежден, что мало кому нравится, за исключением уж совсем оторванных каких-то ультрапатриотов, турбопатриотов их еще называют, начитавшихся этих зет-каналов. Я думаю, реальности очень разные. Потому что судить по происходящему через соцсети, мне кажется, не вполне точно, потому что соцсети всегда насыщены страстями и огромным количеством активистов, которые пишут, утверждают, причем активистов с двух сторон. И с той, и с другой. И в том числе и турбопатриотов намного больше, чем в реальной жизни. Вот, и все. Поэтому они боятся того, что выйдут на улицу какие-то люди, почувствуют локоть об локоть. Ну, знаете, когда появляется огромное количество людей, это уже неконтролируемо. На митинги в Лужниках они могут свести проверенных бюджетников в автобусах. Да, здесь, конечно, неконтролируемый поток людей может выйти на улицу. Это люди, которые поехали, но уже бывало. Пусть они в Хабаровске 7 месяцев пытались успокоить волнение. Но Хабаровске не могло... Что самое главное, Александр, смотрите, вот это ведь 9 мая, бессмертный полк, это главная скрепа. И сейчас, когда они запрещают людям выходить вот с портретами на 9 мая, вот они фактически проходят вот эту точку, точку невозврата. Ну, слушайте, этих точек невозврата, они прошли уже раз 20, а то и 20 тысяч. Казалось, много раз казалось, что невозможно принять закон, который запрещает усыновление детей иностранцами. Например, несчастных детей из детских домов, инвалидов и так далее, которых усыновляли огромное количество каких-то иностранных семей в силу гуманитарных, человеческих просто соображений. Их взяли и запретили. Его даже и назвали законом подлецов. Казалось, невозможно его принять. Да, да, мы помним это. Ну, приняли. Да, ну, естественно, и дальше было таких законов очень много. Ну, и запрещение 9 мая, это, конечно, вот шественно 9 мая. Мне кажется, что это будет для них тоже очень так скрепно. Это смертный полк у либерального телевизионного канала в Томске. Он же был создан каналом ТВ-2. Это либеральный канал, который позакрывали людей, там знаменитые журналисты работали. И вот, они украли и устроили из этого федеральный праздник. Ну, свой, это победобесие того, что... Ну, давайте посмотрим сейчас, что будет... Осталось совсем немного времени. Посмотрим, что будет происходить 9 мая. Наше время, к сожалению, в эфире заканчивается. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Александр Роднянский, кинопродюсер, член Американской киноакадемии, был в эфире Фридома. Спасибо, всегда ждем вас.